МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Наш герой ушёл на фронт добровольно, добавив себе два года. Ему поверили. Высокий, статный, чемпион Москвы по самбо. Воевал в разведроте. Не раз был ранен, но продолжал сражаться. Боевой путь закончил под Курском. Тяжёлые ранения, госпиталь, инвалидность. Не сдался судьбе. Сегодня его знают миллионы людей. Внимание! Внимание! Говорит и показывает. Голицына! Начинаем праздничный благотворительный концерт, посвящённый 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Голос Виктора Ивановича Балашова узнаешь из тысячи. 66 лет жизни он отдал работе у микрофона. Из них 47 лет на центральном телевидении. В дни празднования юбилея победы Балашов получил множество приглашений. Везде не успеешь. Но голицынцам отказать не мог. Что нам, ветеранам и до ныне, до ныне быть на той войне. Война закончилась в Берлине, но не окончилась во мне. А как же она может окончиться, когда мы помним каждую тропинку этой войны. Мы помним каждого солдата-друга этой войны. Мы помним госпиталя. Мы помним, как Родина награждала нас орденами и медалями. Это наша история. Это наша гордость. Когда точно произошла их судьбоносная встреча, они и сами не помнят. Виктор Иванович Балашов и Сергей Иванович Косточка. По возрасту – отец и сын. В жизни – друзья, товарищи, единомышленники. Именно Сергей Косточка – заслуженный работник культуры страны, познакомив и подружил ОТВ с народным артистом. Кадры в телевизионной гостиной, съемки событий с участием Балашова бережно хранятся в архиве телекомпании. На лентах – эксклюзивные признания фронтовика. От Малой Ярославца ночью был поход во время войны, естественно, и я слышал, как рядом со мной какой-то солдат, я не знаю кто, откуда он, что, он молился, Господи, помоги мне грешному, спаси и помилуй. И вот эта молитва короткая тогда в дороге, еле-еле шли, устали, я на ходу спал. Вы знаете, никогда впервые в жизни почувствовал, то есть познал, что такое сон, когда ты идешь. Но это доли секунды, но ты спишь. И вот во время вот этих вот, во время этого марша, я вдруг слышу сбоку идет молитва. И вот эта молитва осталась со мной на всю жизнь, потому что она была произнесена в тяжелые страшные годины. И она помогает, она помогает выжить, она помогла мне выжить, наверное. Дело в том, что я опять к Серафиму Саровскому возвращаюсь. Обязательно, да. Ведь это же мой покровитель, это мой ангел-хранитель. Я молюсь ему каждый день обязательно. Ведь это тот старец, великий русский православный старец, который был удостоен чести, к нему являлась и не однажды являлась сама Божья Матерь. Она ему говорила, он с ней беседовал, он был под ее покромом. Вот она, Божья Матерь, это чудо, это чудо. Возможно, пока мы сейчас здесь ведем эту передачу, она же здесь, она слушает нас, она видит нас. Вот она, вот она. Я всегда с собой ее ношу, потому что она мне спасла тоже жизнь. У меня было такое время тяжелое, очень тяжелое. Ну, не буду о нем вспоминать. И когда я обратился к Божьей Матери в храме, это были удивительные секунды. Я понял, что она слышит меня. Она понимает меня. И я понял, что я буду жить. Прошли годы, я пока живу. Благодарю Тебя, Божья Матерь. Благодарю Тебя, Серафим Саровский. Аминь. Храм, он всегда посвящается Богу. Да, Богу. Мы иногда, я вот вспоминая прошедшие годы, мы боялись слово это сказать Богу или сказать, я верующий. Ко мне на работе подходил начальник и говорил, Виктор Иванович, а вы ходите в церковь? И испытующе смотрел мне в глаза. Я делал маленькую паузу и говорил, да, я хожу в церковь и буду ходить в церковь. И советую вам тоже ходить туда же. Одинцовский район народный артист России всегда считал своим. В Баковке имели дачу его родители. Он сам на лето каждый год уезжает отдыхать в Жаворонке. И убежден, красивее этих мест нет на земле. Сергей Косточка, певец Голицына, влюбил Балашова в город, носящий имя русских князей. События в Голицыно, возведение храма Серафима Саровского на народные средства Виктор Иванович считает гражданским подвигом отца Вадима. Не случайно священник получил благословение Всевышнего. Незабываемые кадры хроники. Если вам говорят, чудес не бывает, не верьте. Вот доказательства. 24 февраля 2009 года. На Коммунистическом проспекте в центре Голицыно идет чин освящения закладного камня в основании будущего храма преподобного Серафима Саровского. Этого дня верующие ждали много лет. Молились в приспособленном помещении Серафимовской часовинке. Молились и верили. Будет в городе свой храм. А в это мгновение сквозь морозную дымку выглянула радуга. Радуга в феврале. Разве не чудо? Это благословение Божье на святое дело. Глаза отца Вадима светились радостью и тревогой. Где взять средства? Бюджета, выделенного городом и районом, не хватит. Спонсоры молчат. Вся надежда на прихожан. Строится храм, будет на энтузиазме верующих, на народные средства. Для всех, кто поможет в строительстве, отпечатали свидетельство на именной кирпичик, который будет вложен в вкладку алтарных стен при сооружении храма. Виктор Иванович поддержал идею Косточка проводить благотворительные концерты по сбору средств на строительство храма. Только попросил настоятеля выделить ему два кирпичика, чтобы можно было написать грешный Виктор. Балашов не терпит восторженных отзывов в свой адрес. На всех массовых мероприятиях он сам становится у урны сбора средств. Строится, возводится храм. Храм святого нашего покровителя, преподобного Серафима Саровского. Не забывайте об этом. Это рядом со всем. И ваша помощь, ваше добро, ваше желание, ваше настроение, оно так нужно. Оно так нуждается. Этот храм так нуждается в вашей поддержке. И моральной, в основном духовной, ну и, конечно, и материальной. Не забывайте об этом. Сможете? Большое вам спасибо. В Голицыно царит необыкновенная душевная атмосфера. Кажется, люди стали ближе и роднее друг к другу. Я надеюсь, что так будет и всегда, что в Голицыно день Серафима Саровского это будет городской праздник. И молитвы приятного Серафима Саровского, и милостью Божией все будет устраиваться. И в нашем городе, в наших семьях, в нашем Отечестве. На шестой благотворительный концерт Виктор Иванович пришел с книгой в гости к батюшке Серафиму. Чудесный дух здесь, дух Саровского. Вот чувствуешь во всем и во вся. И прежде всего, у его настоятели, священники Вадиме. Я обращаюсь к вам, дорогие христиане, дорогие православные. Приходите сюда. Помогайте в этом строительстве, этого священного храма, этого священного места. Вы не пожалеете. Вы получите заряд бодрости, здоровья, счастья, надежды, любви обязательно. Это проповедовал, об этом говорил Саровский, наш великий святой, русский великий святой. В тот день мы договорились о встрече в Жаворонках на мастер-классе Диктора Центрального телевидения. Это неожиданно все произошло. Все абсолютно так, как бывает в жизни. Вдруг вот что-то, что-то твоя жизнь стала другой. Все перевернулось. Никогда не думал, что я попаду на радио, что буду, действительно буду диктором всесоюзного радио, что я буду сидеть и работать вместе с великими мастерами русского языка, прекрасными дикторами той поры. Это и Левитана, это и Высоцкая, это и Атьясова, это и Гольдина, это Толстого, Дубравин, Боже мой, Тобер, ну что я говорю, эти имена, которые сегодня никто не помнит, не помнит. А какие были люди, какие были учителя. Мне посчастливилось пройти эту школу, действительно у великих, я называю великих, потому что сегодня уже такие не повторятся никогда и нигде. Это были великие артисты МХАТа, Малого театра, это были педагоги, которые преподавали культуру, технику, речи. Многое преподавали, то, чего сегодня, к сожалению, мы не видим в учебных заведениях. Вот мне приходилось вот в эти годы, вот в этом даже году встречаться на уроках мастерства, мастер-класс так называемый. Да, сидят студенты, великолепно одеты, джинсы там, как сейчас называют, бренды тут всякие, тут везде и всюду. И когда им говоришь, друзья мои, для того, чтобы стать диктором, ну не диктором даже, вообще журналистом, корреспондентом, диктором, то нужно отдать огромный кусочек в своей жизни. А как? А вот вы как? Вот вы, спрашивают, вы отдавали? Ну, если бы не отдавал, не пришел бы к вам, наверное, отвечая, не пришел бы на этот урок. Вы понимаете, друзья мои, для того, чтобы тебя ждали на экране или хотели бы услышать по радио, для этого нужно очень много работать над собой. А работать, опять вопрос, как работать? Ну, у вас же есть педагогия? Нет, как вы работали? Ну, я работал, скажу вам, четыре часа в день. Почти четыре часа в день. Ну, не каждый, конечно, день. Я тоже отдыхал, но приходилось работать над собой. А как? Опять вопрос. Два часа голос, два часа чтения вслух. Вот тогда к вам, может быть, придет мастерство, если еще в человеке заложен хоть кусочек маленького таланта. И если он хочет стать мастером, тогда что-то получится. А если так вот по-дружески, «Вася, давай иди, садись к микрофону там, или иди, будь журналистом, там напиши какой-нибудь очерк», понимаете, из этого ничего не получится. Чтобы быть мастером, мастером, надо работать над собой, много работать. Сегодня я мало вижу. Я общаюсь в этом кругу. Я бываю на телевидении, на радио. Я на радио только закончил работать в прошлом году. «Поговорим по душам». Да, «Поговорим по душам». У меня была прекрасная передача, авторская передача. Я ее вел 10 лет. Больше немножечко, чем 10 лет. На радио говорит Москва. Кстати, это радио, у истоков этого радио стоял тоже я. Я немножко якую, да? Но что делать, что делать? И имя этому радио тоже я ему дал. Когда мы собрались и думали, как назвать это радио, были предложения там плюс 4, плюс чего-то там 2. Знаете, это такая есть любовь к этим цифрам каким-то. Друзья мои, это же всесоюзное радио. Было первое всесоюзное радио, первый канал. А как там произносили дорогие сердцу слова для всех слушателей? Внимание! Говорит Москва. Московское время там 5 часов 15 минут. Так вот, давайте и оставим. Говорит Москва. Так и осталось это Говорит Москва по сей день. Можете включать это радио, и вы услышите. Единственное радио, которое произносит на весь мир эти дорогие для моего сердца слова Говорит Москва. Однажды на съемках Виктор Иванович пригласил нашего оператора Станислава Трифонова вместе с ним подняться в святое святых, его келью. Ну это моя обитель, это моя, так сказать, келья. Здесь я провожу какую-то часть времени, сплю, ночую, читаю. На моленных стенах, которые берегут покой Балашова 60 лет, захлестнули воспоминания. Нередко диктор из Останкина добирался в Жаворонки с последней электричкой, ночью. Я помню ночь, лунная ночь, летом, и вдали пели женские и мужские голоса, деревенские. Это так редко, так красиво. Я пошел навстречу этой компании. Они поют, поют, луна светит. Такая благодать, такое самочувствие, такое настроение. А я иду. Еще одна страница истории, можно сказать, дружбы телекомпании Одинцова с народным артистом. Сергей Косточка пригласил земляков на праздник, названный «Уголок России». Мы предлагаем посмотреть без купюр все, что осталось в архиве. Эти минуты дорогого стоят. Здесь твои вновь грустные и глаза, и песни русские. Но мне сейчас хочется пригласить на сцену нашего старшего друга, старшего товарища. Вот он на меня будет обижаться, а я все равно скажу настоящую легенду нашей культуры. Человека, который своим голосом отражал главные события нашей страны. Но помимо всего и самое главное, он защитник нашей Родины. В свои юношеские годы он ушел добровольцем на фронт. И не просто ушел воевать на фронт, а пошел обучать молодых разведчиков, потому что сам уже был мастером спорта. Я, конечно же, говорю о нашем народном, о нашем самом любимом дикторе Советского Союза. Викторе Ивановиче Балашове. Давайте по-настоящему встретим этот человек, который защищал нашу Родину. Я хочу единственное, что давайте еще поаплодируем ему. Знаете почему? Потому что он бросил палочку и говорит, я пойду без палочки, чтобы никто не догадался. Спасибо, Виктор Иванович. Палочка-то палочкой, палочка-вручалочка стала. Добрый, добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы с вами, мы с вами все накануне нашего великого, великого праздника Дня Победы. Но эта Победа имела и свое начало. И для каждого из нас оно было разным, это начало. Вот для меня, например, я торопился сюда, в эту деревню, в эту Дворецовскую деревню. Здесь на Баковке жили мои родители, отец и мать. И это было воскресенье, прекрасный солнечный день. школа окончена, окончен 10-й класс, впереди мечты, любовь, надежда, спорт. Как было хорошо. И вдруг, а иду я по улице Горького, на Белорусский вокзал, чтобы приехать к родителям, они дома, они здесь, в Переделкино. Ах, какая была здесь обстановка, между прочим, вот Кладенцова, я помню, вот этого города ведь не было, не было совсем. Это был подмосковный, довольно зажиточный, такой поселковый, поселковый образ жизни. Это были старинные подмосковные дачи, дачи с витражами, с огромными террасами, огромные сады, сирень, а вот на этом, по-моему, месте, где мы сейчас вот сидим, говорим, встречаемся, или чуть поправее туда, сейчас я потерял ориентир, где мы находимся, здесь же был дубовый лес, и я ребенком с матерью ходил, переходя из Баковки, переходя железную дорогу, мы ходили в этот дубовый лес. Как было хорошо. Через полторы-две недели мы уже были на фронте, и были по-настоящему на фронте, и уже видели немца. Я видел его летящем в самолете на месте Шмидти, это первое было знакомство с немцами. Он на прельщем в полете нагнулся так вот, и в кожаной перчатке, как в старом фильме, еще немом фильме, были такие фильмы с первыми летающими аппаратами, в кожаном шлеме, он в очках огромных, он нагнулся и показал кулаком вот так вот там, а потом развернулся опять на бреющем полете, и начал строчить по нашим мальчишкам, по ребятам. И вот так началась война. Потом дальше окружение, выход оттуда, ну в общем целая история. Закончил я войну, закончил я войну на знаменитой Курской дуге, в разведке. Там я был тяжело ранен дважды, контужен, и вернулся уже домой Москву. Мы помним все. Мы ветераны помним хорошо это время. Нам ветеранам и до ныне, до ныне быть на той войне. Война закончилась в Берлине, но не окончилась во мне. И мы хорошо помним день победы, победы, друзья мои, это такое счастье было. 9 мая 45 года. По радио раздались позывные сигналы. Мы их называли колокольчики. Вот так начиналось. Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС от Советского Информбюро. Важное сообщение! Сегодня, 8 мая 1945 года, столицы поверженной Германии Берлине, подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Великая отечественная война, которую вел советский народ с немецко-фашистскими захватчиками, окончилась полной и окончательной победой, победой, товарищи! Что связывает, что робит наши герои? У меня был такой период в моей жизни, когда я ушел с телевидения, почти ушел с телевидения, но параллельно я работал на радио. У меня была программа, авторская программа «Поговорим по душам». И вот я приглашал самых таких ведущих, поющих, любимых для меня людей, артистов. Это были знаменитые артисты. И вдруг прозвучала фамилия Косточка. Сергей Косточка. Что такое Косточка? Как-то странно Косточка. Я решил его пригласить. Я пригласил Косточку, познакомился. Я думаю, ничего себе артист! Он поет, он пишет, он выступает, он ездит на гастроли. Широкая душа, милый человек, добрый, красивый. Он красив внешне был, да и сейчас хорош. Я давно потерял родителей. И даже на свой юбилей я решил прийти к ним, к своим родителям, поговорить с ними. И тогда, когда я ехал домой, сказали «Следующая остановка жаворонки». Я подумал, наверное, это единственный человек, которому я хотел бы заехать домой, выпить с ним чашку чая. Я понимал, что у меня ждали друзья в этот день, потому что, ну, какой-то итог внутри все равно подводится. А без родителей в этот праздник сложно, тяжело. И вы знаете, как я какой я сам себе подарок сделал? Я приехал к Виктору Ивановичу, ну, как истинно русский хлебосольный человек. Все, что у него было, метнул на стол. И мы за этим столом, под этим шикарнейшим абажуром, с которым мы многие-многие вечера с ним коротали, где он мне рассказывал столько удивительных вещей. Я всегда, кстати, жалел, что у меня не было с собой камеры заснять, что говорил Виктор Иванович. Вы знаете, мне трудно сказать, кто для меня косточка. Он вроде как бы и сын. Он моложе меня намного, лет на 40 примерно, если не больше. Но по внутреннему содержанию, по духовному содержанию, по душевному содержанию он гораздо старше. Я даже с ним иногда советуюсь. А как быть? И он отвечает на эти вопросы. Как быть? Отвечает очень разумно, тонко. Он мне, ну, отцом он не может мне служить. Я, скорее, для него служу отцом. Но братом, да, конечно. Другом, да, конечно. Ну, а как же? Приятелем? Нет, этажом ниже. Друг, хороший, милый друг. Но самое главное, что он для меня оставался всегда человеком, с которым я мог посоветоваться. Даже когда у меня были самые тяжелые моменты в жизни, когда моей дочери нужно было делать самую серьезную операцию, я приехал советоваться к Виктору Ивановичу. И он, несмотря на то, что у него были большие боли, проводил меня до самой остановки назад и сказал, надо делать. Потому что он сам их много раз прошел и потому, что у него его предвидение, дар ощущать, сопереживать – это то, чего мне не хватало от моих родителей. У меня были замечательные родители. Поэтому в лице Виктора Ивановича для меня он не просто легендарный диктор, к которому мы привыкли, он действительно легендарный. Он единственный в мире на сегодняшний день диктор и ветеран Великой Отечественной войны. По-настоящему величие старшего друга композитор Сергей Косточка ощутил на премьере своей песни «Прохоровский набат» в зале церковных соборов. Когда в зале церковных соборов была представлена моя песня сразу после Владимира Владимировича Путина, и когда народ воспринял эту песню, я в очередной раз понял, кто такой Виктор Иванович, когда выступил наш патриарх и после патриарха выступил Виктор Иванович. Надо было знать, кто был в этом зале. Была элита элит нашей страны. Все герои Советского Союза, героя России, кавалера орденов мужества, председатель Советов ветеранов всех городов России. Когда вышел Виктор Иванович и сказал победные слова, минуты три зал стоял стоя и аплодировал. Аплодировали орденоносцу, солдату Победы, который ушел на фронт добровольно, узнав о гибели отца под Смоленском, а под Прохоровкой был ранен сам. Земля горела и дрожала, как в лихорадочном аду. Победу новую рожала Русь вся в крови еще одну. Она на Прохоровском поле своих семь тысяч сыновей теряла, но по Божьей воле и Петр и Паре были с ней. над полем ратным солнце встала, где ни травинки не сыскать, на третьем поле вновь рыдала над павшими Россия мать. под грудами горящих танков погибли лучшие цены. Как факелы, как сердце танка, они здесь были сожжены. последняя съемка легендарного Балашова была на исходе 2016 года. В тот день, когда радио Москвы предупреждало об оранжевом уровне опасности, прогнозируя ледяной дождь и гололед. Друзья получили приглашение в Дом культуры «Полет» на театрализованное представление «Дорога от Москвы до Минска». Не поехать, отказаться означало струсить. Мне так хотелось попасть в район далеко от Москвы, сравнить, как говорится, что культура Москвы и как же живут в культурном обществе наши соседи под Москвой, областные, так сказать, жители. Это было великолепно. Это было потрясающе. Автором сценария и режиссером спектакля стала Анастасия Семеню. Народный артист встречает коллегу стоя. Удивляясь ее юности, сам молодеет, будто и нет 92 лет за плечами. Молодец. Старик, Настя. Она создала такой ансамбль великолепный. Завтра утром он, как всегда, встанет босыми ногами на снег. Сделай зарядку. Надо держать себя в форме. Впереди много приглашений. Потому заказал два костюма. Стильный френч и классический бархатный. Валенки, да валенки, Ох, они подшитые стареньки. Валенки, да валенки, Ох, они подшитые стареньки.